Наверняка вы помните маковый бисквит, который мы с вами недавно готовили. Так вот, сегодня мы с вами соберем торт из этого бисквита. Для крема нам понадобится мак. Большую часть мака измельчаем в кофемолке. Это придаст нашему крему темный оттенок. Добавляем оставшуюся часть мака, перемешиваем, оставляем в сторонке. Маскарпоне отправляем в миску, добавляем сахарную пудру, либо сахар, ванильный сахар и сливки. Сливки и маскарпоне обязательно должны быть холодными. Взбиваем миксером до однородной плотной массы. Далее собираем торт. По желанию можно коржи пропитать сиропом. У меня это просто кипяток плюс сахар. Делаем слой крема. Кладем нарезанную клубнику и киви. Немного придавливаем и делаем еще один слой крема, тонкий. Также повторяем и со сальными коржами. Заранее нужно отложить крем от общей массы для выравнивания. Об этом я напишу подробно под видео. И к этому крему добавляем измельченный мак. Перемешиваем и крем для выравнивания у нас готов. Сначала наносим черновой слой крема. Делаем такой тонкий слой и выравниваем торт. Отправляем в холодильник на минимум полчасика или же в морозильник на несколько минут, чтобы он быстро схватился. Пока он у нас находится в холодильнике, делаем декор. Меняю цветочки из киви. Это совсем не сложно, подробно показываю на видео. Получается вполне симпатичный декор. Достаем торт из холодильника и наносим уже финишный слой крема. Хорошо выравниваем. Для объема кладу немного крема и сверху кладем фрукты и ягоды. Хотя оформление по вашему желанию. И вот такой вот летний маковый торт у нас с вами получился в итоге. Надеюсь, рецепт вам пригодится. Желаю вам удачной выпечки. Готовьте и пробуйте.